Свобода от долгов по обязательству. Срочные деньги. Мартинова Наталья Евгеньевна. Разговор записывается. Анна Михайловна, почему долг до сих пор не вернули? Почему спрашиваю? Долг почему не вернули? Почему они по-русски спрашивали? Анна Михайловна, долг почему не вернули? Вопрос отвечаем. А ты погромче. Анна Михайловна, вопрос отвечаем. Развитие, фамилиеметчество назвать и все. Ты такая недорогая. Мамочки, свои, а не мне. Все. Ого, взыскательник. Алё. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Здравствуйте. Слушаю. Компания Вереса, инспектор Матолыбина Сергеевна ведется запись. Оскажите, моя Наталья Владимировна знакома? Обязательно. Что вы? Да. А у вас задумано, с компанией Миккредит 37 900 рублей. И что? 58 дней нет оплаты. И что? Полно заплатить до 29 мая. Да? В какой из этих дней поступить? В какой из этих дней? Ни в какой. Ни из этих, ни из тех. Понимаете, вам уже займы не выдадут. Что делать будет? Какая прелесть. Замечательно. На что жить собираетесь? Пугали. У тебя попрошу. У мамы брали денег. Идите у мамы попросить. У твоей легко. Она есть у вас хоть? У твоей, говорю, легко. Ну идите попросить у соседей. Или продайте тарелки из дома. Хоть что-то будет. Тарелки? Ты все продавала свои, да? Из чего жреба? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Вас не слышно? Что у меня не слышно так? Слышно все. Да. Меня зовут Игнатьева Вероника Владимировна. Специалист в департаменте обыскания просроченной задолженности от Фудонка. Звоню по поводу вашей кредитной карты. У нас сегодня 20-й день стадии задолженности. Сумка плача составляет 1641. Простите, по какой причине вопрос не решается у вас? Ну, скажите мне, пожалуйста, почему я должна вам что-то пояснять? Вот, 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 кто это придумал? Что я должна какие-то объяснения, пояснения давать? Откуда это вообще пошло? Мне звонит непонятный номер, голос из трубки мне как-то там представляется и хочет, чтобы я кому-то давала объяснение. Я кому-то давала объяснение. С какого перепугу? Ну, вот, дайте я отвечу на вопросы. Давай, отвечай. Вы взяли у Альфа-банков средства. И вы их незаконно у себя удерживаете, не возвращаете. Поэтому мы, сотрудники Альфа-банка, звоним и уточняем, по какой причине люди не возвращают средства по графику. А, вы говорите, звоните, выясняйте. Я тоже ничего. Ага, понятно. Вы вот себе зафиксируйте, что ваш заемщик ничего не будет пояснять, он не считает это нужным. А если банк хочет свои денежные средства, то, пожалуйста, в рамках закона взыскивайте их. У вас несколько способов, поэтому вперед и с песней. В рамках 330 федерального закона вам сейчас звоню. А в рамках 330 федерального закона будьте так дали бедны. Звоните мне с телефона горячей линии, либо тот номер, который указан в моем договоре, либо который обнародован на зайке Альфа-банка. Но ни с каких левых номеров мне звонить не надо, и спрашивать, и ждать от меня объяснений тоже не нужно. Не надо мурчать там и говорить со мной в параллель. Идите, попейте водички, посмотрите в зеркало, и идите с бабушками на лавочке по спорте. Да, это целевые финансы Медведев, Сергей Стосович его назвал. То Барсуков, то Медведев, то Барсуков, то Медведев. Да что же зоопарк мне названивает постоянно, попрошайничает. Хамите, да, сразу? Хамите. Ну и попрошайничаю. Да я не знаю, что попрошайничать-то. Вот бы весна, и одуванчики, крапива есть. Вот, может, вы перестанете попрошайничать тогда? Я вообще тебе не звоню. Просить деньги. Вышел на улицу, нарвал, вон травки, да пожевал. Нет, вот. Так вот вы этим не займитесь, а лучше устроить на работу и вернуть. А вот вы, а вот вы, да, говорю на меня, переводишь на себя. Целевые финансы мы. Круташи. А вам весна лет есть, девушка? Нет, нет, откуда. Понятно. Ну, судя по разговору, так оно и есть. Да-да-да-да-да-да-да. Давай, пока. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Нижний Вадим Юрьевич, национальная служба в Заскане. Ведется запись телефонных разговоров. Звонок вам поступает в интересах организации «Займ онлайн». Алло. Да, я вас слушаю. Вас зовут Анкова? Да. Очень хорошо. Анна Михайловна, дату рождения, пожалуйста, уточните вашу. Я не намерена этого делать. Почему? Глупый вопрос. Потому что это моя дата рождения. Потому что это мои персональные данные. И я не обязана никому их озвучивать. Не обязана. То есть на данный момент, насколько я правильно понимаю, вы просто отказываете. Вы можете понимать все, что угодно, но это не колышет. То есть, соответственно, вашему кредитору... Соответственно, твоему мозгу должно быть понятно, что ни твои никакие умозаключения, ни твои разговоры ни о чем не нужны. И что ты там передашь кредитору мне тоже в розовую рюшечку из белой окоемочкой. Я бы что говорила. Да, да. То есть вы будете общаться... Парировать будешь всем-нибудь? А нечем, не знаю. В смысле, нечем. В прямом нечем. Ты можешь интересоваться, вопросы задавать не можешь. На том простом основании, что ты звонилка и никто. Анна Михайловна, прекратите, пожалуйста, самоутверждаться. За твой счет, Нижний, ты уже сто лет работаешь и никак не поймешь, что как люди тебя унижали, так и будут продолжать это делать. Анна Михайловна, на данный момент... Вот я Анна Михайловна, да. А ты кто? Растетня по телефону. Это ты для манки, для своей. А на самом деле проститутка по телефону, которая просит денег. Хакит унижаться и оправдываться. Мне даже за тебя стыдно. Я вам перезвоню. Да, конечно, перезвоню. Вам для себя должно быть стыдно. Я-то Анна Михайловна. Виктория Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Кредитер компания, его на фигню еще дозовут. Отдел обыскания идет задать. Фото должен, а стыдно подступает. Вы ничего, берете забрали на порядке деньги возвращать. Из глубины помойных вод остался голос калостремный. Оставьте свои искусства для кого-то другого. Народ, в председательстве отстойный денег не дам. Денег не дам. Иди сюда поправить. Разговаривать с заемщиками надо четко и понятно. Я не понимаю, что вы говорите. Наверное, в ушах тоже самое у тебя непонятное. У вас все в порядке. Подготовьтесь к разговору, я вам перезвоню через 10 минут. К врачу иди. Подготовьтесь к разговору, перезвоню через 10 минут. Будьте возле телефона. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Ну говорите. У вас специалисты по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка Корчагина Олеся Андреевна. Разговоры записываются. Сергей, это вы? Да. А у вас 32 дня, а карта с фиксированным платежом на задолженности вы пока не оплатили? Нет. Не оплатили. И также кредитная карта 11 дней тоже на задолженности оплаты не оплатили. Тоже не оплатила. 1200 рублей, а 4300 рублей. А скажите, пожалуйста, у вас сложности, вы не работаете или вам заработанную плату задерживают? Да нет, я как бы не хотела бы озвучивать причины. Скажите, а в случае, если я не буду вносить оплату, что со мной будет? Если вы не будете вносить оплату, первое, что будет, испорчена кредитная история. Хорошо. Прямо с представлением надежды и информация распространяется во все банки Российской Федерации. Прямо распространяется во все банки, либо она просто вносит за бюро кредитных историй. А в бюро кредитных историй также по запросу захотите место работы поменять, да, федеральный закон, ведь у нас у нас работодатели при устройстве на работе сейчас проверяют информацию. То есть работодатель имеет такое право. Хорошо, поехали, да, все, что может быть еще. Ну, выставлен основной долг через суд, тоже знаете, наверное, уже, да? Угу. В контакте ваши могут быть выставлены. Соття 811 Грештанского кодекса. Рейтинг низкий кредитный. Ага. То есть все отрицательные моменты. Ну, это у меня уже все есть, значит, мне уже ничего не страшно. Ждем суда. То есть вы оплачивать не будете? Добровольно нет. Я проявила вашу позицию? Угу. Еще раз? Добровольно не буду. Не расслышала, что есть? Добровольно не буду. Отказываете? Да, да, да. Отказываете от оплаты? Да, да, да. Я вашу позицию зафиксировала информацию вашей штат? Да толку-то от этого. Все равно завтра позвоните. До свидания. Да, следствие я вам тоже окончу. Да, да, да. Всего доброго. Доброго. Алло. Алло, Анна Михайловна? Да. Здравствуйте. Это отдел взыскания компании OneClick. Ага. Вы у нас находитесь на просроченной задолженности. Так. Уже две недели. Ага. А почему вы опять нарушаете сроки возврата? А кто мне их установил? Ты чё тупая? Тебе вся свою звонить, а, понченная. Не доебали, говорю. А, тупая, понченная, я тебе говорю. Харула твою заявлю. Ты жрёшь за мой счёт белья. За свой. Ты когда научишь себя сама содержать за свои деньги, тогда будешь свой дырявый рот открывать. Поняла? Ты сейчас твои мечты рассказываешь, а? И сейчас помощная военная часть будет голожопая бегать туда-сюда, поняла? Ван Клик, ничего нового. Бойся, бойся. Пошла нам. Здравствуйте. Алло. Алло. Звонок поступает с микрофинансовой компании MoneyMan, отдел по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Ишкидин Альберт Ильдарович. Да. Рад вас слышать, Анна Александровна, но у вами нарушены сроки оплаты по договору взаима и по состоянию Рады слышать, значит слушайте. Но сначала меня выслушайте, у вас уже 44-й день просроченной задолженности, 2-16 840 рублей по скепе. Все, у вас звонок был ошибкой, вы мне настроение испортили. Нет, нет. Сначала сказал я, рада слышать, но у вас чего-то, опять кто-то, что-то от меня хочет, но не серьезно, не серьезно. MoneyMan. У вас денег там лопатами грести можно. Вы же MoneyMan. Звоните слабый, хрупкий. Ана Александровна, это не смешно. У женщин, не просите денег, но это не смешно, правда. Это вообще даже не по взрослому. Вам не по муске это, ну зачем? Откуда? Ана Александровна, с вами все в порядке? Такой лапочке деньги. Нету, нету за них. Ана Александровна, вы со мной разговариваете? Ага. Зафиксируйте, кончились? Успокойтесь. Успокойтесь. Насрочный диалог. Я люблю разговаривать монологом, потому что диалог с вами неконструктивен. Вы к нему не подготовились. Вот подготовьте и перезвоните, либо я вам перезвоню, когда вы подготовитесь. Может, перестанете? Нет. Оплатите сегодня, либо завтра потребнюю компанию. И сэкономите свои деньги, конечно же. Оплатите за меня, а у вас есть больше. Анна Александровна, долг ваш, не наш. Это не конструктивный диалог. Вы хоть понятия имеете, что такое конструктивный диалог? У меня научился, да? Не хотите снова, куда попало. Нужно оплатить, и все, банки перестанутся, Анна Александровна. Нет, пока не начнете со мной конструктивно разговаривать и говорить, конечно, Анна Александровна, не переживайте. Мы забудем про вашу задолженность, мы сами все оплатим. Не переживайте, Анна Александровна, вы оплатите и забудем про вас. Поэтому пока так не начнете со мной разговаривать, разговор у нас с вами, диалог не состоится, потому что вы морально не подготовились к звонку. Зачем вы за мной повторяете? Вы не настроились на диалог? Вы на каком этаже живете? Я в дворце живу. Замечательно. Продавайте дворец и оплачивайте. Нет, мне само его подарили. Как я его продам? Мне его подарили, это подарок. Подарки нельзя дать. Продавайте. Нет. Анна Александровна, верните деньги компании. Нет, нет. Вы еще не готовы к разговору. Выдохните, вдохните, посмотрите по странам. Какая у вас погода? Анна Александровна. Какая погода у вас в окошко посмотрите? Все ли с вами хорошо? Вы о чем разговариваете? Со мной все хорошо, погода прекрасная. Погода хорошая, да? А что напротив вас? Как раз, да. Что напротив? Что вы в окно видите? Ваш договор. Ваш договор. Передо мной лишь ваш договор. Я в окошко просила посмотреть. Бестолковый щупик. У меня нет времени смотреть в окно. На договор у тебя поэты подписчиков посмотреть. Есть время, а в окошко нет времени. Ты говоришь, что больной какой-то мужчина. Ну все, отстань, хватит, тратить. Нет, нет, нет. Отстань, хватит, хватит. Она не закончила еще, не закончила еще. Никогда не отстает такой красивой девушки. Так вот. Если оплата не производится, у нас договор могут продать коллекторскому агентству согласно 382 статья гражданского кодекса. С ними такие игры не пройдут. С ними-то я поиграюсь. Это вообще мои самые забавные игрушки. Это коллектора. Это жизнь. Это каллы. Я их, знаешь, как люблю играть? Я их футбол играю, их пинаю. Пиу, пиу. Они у меня как мяч полетают. Значит, этим и зарабатывайте. Всего доброго. До свидания. Ждем оплаты. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok